Итак, вы тренируетесь, чтобы сохранить тело в форме? Похвально. Но как же мышцы глаз? Не помешает и им уделить внимание. Особенно если вы весь день не отрываетесь от телефона. Самое время потренировать глазки. Оставьте спортивные штаны в покое, сегодня они не понадобятся. Для начала выполним серию упражнений с красной точкой. Видите ее? Сегодня она будет вашим наставником. Сядьте прямо, отдалившись от экрана максимум на 60 сантиметров. Если один ваш глаз страдает облиопией, прикройте его ладонью. Для наилучшего результата занимайтесь ежедневно по 2 минуты. Повторяйте вихревое движение красной точки глазами, двигаясь по часовой стрелке. Продолжайте движение в обратном направлении, против часовой стрелки. Следуйте за точкой, очерчивая глазами невидимую спираль. Внимательно следите за красной точкой, пока она перемещается из нижнего левого края экрана вверх, неправый и обратно. Начертим еще пару линий. Вот так у вас прекрасно получается. Теперь вам предстоит начертить глазами волнистую линию. Начните с нижнего края экрана. Представьте, что вы запускаете волну. Поздравляем! У вас получилось настоящее море. Дальше еще проще. Вам нужно начертить глазами круги. Представьте, что вы следите за стрелкой часов. Сменим направление. Вы все еще следите за часами, но стрелка пошла в другую сторону. Вам удалось повернуть время вспять. Двигаемся дальше. Это упражнение улучшает эластичность глазных мышц. Следите за движением красной точки, описывая глазами знак бесконечности. Итак, перейдем к более смысловатым фигурам. Проведем линию из верхнего левого угла в правый нижний. Затем посмотрите в верхний правый угол. Оттуда направляемся в левый нижний, начертив еще одну линию. И, наконец, возвращаемся в самое начало. В верхний левый угол. Эта фигура называется бабочкой. Снова начнем с левого верхнего угла. Отведите взгляд вправо, затем вниз, и влево, и снова вправо. Теперь повторим. У вас получится замысловатый зигзаг. Теперь вы должны не только смотреть на фигуру, которую рисует красная точка, но и на то, как она меняет свой размер в процессе перемещения. Следите за непоседой, пока та перемещается по прямой из верхнего левого угла в верхний правый. Затем повторите то же самое движение в центре экрана. В конце проведите прямую линию из левого угла в нижней части экрана. Дальше еще веселее! Представьте, что вы рисуете взглядом радугу. Теперь дополним круг нижней половины. У нас получается улыбка. Представьте, что следите за прыгающим мячиком. Повторяйте движение точки. Постарайтесь сделать это как можно быстрее. Мячик также может прыгать слева направо, однако постарайтесь при этом держать шею на месте. Вы медленно засыпаете. Нет-нет, просто шутка! Помните упражнение, с которого мы начали? Следующее будет на него похоже. Вам придется снова очерчивать взглядом спираль, но в этот раз мы начнем прямо по центру верхней части экрана. Затем, двигаясь по спирали, достигнем середины экрана. Пожалуй, на сегодня достаточно красных точек. Вот еще несколько упражнений для ваших усталых глаз. Да, и захватите ручку или карандаш. Это вскоре вам понадобится. Секретное послание. Это упражнение снимет с глаз усталость и поможет написать тайное послание. Сядьте примерно в трех метрах от стены. Глядя на нее, представьте, что вы что-то пишете собственными глазами. Начните с чего-то простого, например, своего имени. Затем со временем вы сможете перейти к полноценным, но не очень длинным предложениям. Ладони на лице. Это упражнение снимет с глаз напряжение после трудного дня. Сядьте за стол, затем потрите ладони друг от друга, слегка согрев их. Поставьте локти на стол прямо перед собой. Закройте глаза и накройте их ладонями. И не забудьте помыть руки. Дышите медленно и глубоко. Почувствуйте, как глаза расслабляются вместе с вами. Выполняйте это упражнение пять минут. Два больших пальца. Протяните руки перед собой, отогнув большие пальцы. Фокусируйте зрение на кончике правого пальца в течение пяти секунд. Затем посмотрите на любой отдаленный предмет между кулаками. Подойдет лампа или картина на стене. Еще пять секунд! Наконец, сфокусируйте взгляд на левом пальце на пять секунд. Продолжайте перемещать взгляд, повторив упражнение десять раз. Движущийся карандаш. Сядьте на стул, держите шею и голову прямо. Возьмите в руку карандаш, затем коснитесь его верхушкой кончика носа. Сфокусируйте зрение на ластике, затем медленно отведите руку от себя, не отрывая взгляд от карандаша. После этого медленно верните руку в исходное положение. Десяти повторений будет вполне достаточно. Упражнение 26-20. Лучший способ сохранить глаза здоровыми, а зрение острым – избегать излишнего напряжения. Как много времени вы проводите перед монитором? Ждем ответов в комментариях. Если вы ответили много, делайте паузу каждые 20 минут. Просто смотрите на любой предмет примерно в шести метрах от вас. Вам нужно всего 20 секунд. Отсюда и название упражнения. Смена фокуса. Сядьте на стул у окна, протяните руку вперед, отогнув большой палец. Сначала сфокусируйтесь на его кончике на пару секунд. Затем смотрите в окно примерно столько же, но не убирайте руку. И, наконец, сфокусируйте взгляд на любом объекте за окном на 2 секунды. Подойдет любое здание, дерево или даже ваш сосед. Затем посмотрите на палец. Выполните 10 повторений. Моргание. Если у вас ноют или болят глаза, просто поморгайте. Но не как обычно. Сядьте напротив пустой стены, держите шею прямо, опустите плечи, закройте глаза. Отсчитайте 30 секунд и откройте. Повторите упражнение. Да-да, именно, 10 раз. Надавливание на глаза. Поставьте чистые указательные пальцы на каждое веко. Нежно надавливайте на них примерно 10 секунд. Остановитесь на пару секунд, затем аккуратно продолжайте. Повторите упражнение 10 раз. Как понимаете, очень важно быть крайне аккуратным в процессе. Не стоит нажимать слишком сильно, от этого вашим глазам не станет лучше. Массаж глаз. Что ж, пришло время немного расслабиться. Слегка запрокиньте голову назад и закройте глаза. Поставьте указательные и средние пальцы на каждое веко. Начните массировать их круговыми движениями. При этом вы должны двигать пальцами правой руки против часовой стрелки, а левой – в обратном направлении. Это сложнее, чем кажется. Ваши пальцы должны перемещаться вниз по переносице. Повторите движение 10 раз, а затем поменяйте направление. Теперь пальцы двигаются по переносице вверх. Вот так. Нежнее. Только посмотрите на это. Вам удалось досмотреть ролик до самого важного объявления. Ни одно упражнение не заменит помощь специалиста. Если мутный фильтр мешает вам смотреть на окружающий мир, и вы не в состоянии от него избавиться, значит пришло время нанести визит доктору. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми. Субтитры создавал DimaTorzok